Цикл под названием «Расшифровывая книгу Откровения». Сегодня мы посмотрим на обетование, которое Иисус дал тем, кто любит его, и изучает его слова в этой книге Откровения. Оставайтесь с нами. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина Шнайдера. Молюсь о том, чтобы Бог Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Спасибо вам! Божие благословения и шалом вам, возлюбленные! Меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавай еврейского Иисуса». Мы продолжаем серию программ под названием «Расшифровка книги Откровения». В этой серии я сравниваю то, что сказано в книге Откровения, с тем, что сказано в еврейской Библии. В Слове Божьем есть в целом 150 глав о последнем времени. Я уверен, если вы будете внимательно слушать меня в ходе этой программы, то книга Откровения станет вам понятной. Возможно, мы не понимаем все детали, но мы точно разберемся в основных темах. А это очень важно, потому что Иисус сказал, «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем». Речь идет о книге Откровения. Я предлагаю вам пересмотреть все выпуски этой серии, а сейчас я хочу повторить то, о чем мы говорили в прошлых выпусках. На прошлой неделе я рассказывал вам о том, когда появится Антихрист. А еще я рассказывал вам о том, какой будет ситуация на Земле, когда антимессия проявит себя. Иными словами, как кто-то такой, как Антихрист, сможет собрать вокруг себя всех людей в мире? Как такое вообще возможно? Я приводил вам в пример Адольфа Гитлера. Как такое могло произойти в Германии всего 70 лет назад? Миллионы людей поддержали безумца Адольфа Гитлера, который убил стольких людей. Его солдаты использовали младенцев в качестве движущихся мишеней для стрельбы. И мы спрашиваем себя, как такое могло произойти. Это произошло, потому что люди в Германии так отчаянно хотели перемен, так отчаянно хотели экономического чуда и чувства национальной гордости. И когда Адольф Гитлер начал продвигать свои идеи, он был таким харизматичным и таким энергичным, что немцы отбросили в сторону здравый смысл, потому что он подарил им надежду и уверенность, таким же будет климат на Земле, когда к власти придет Антихрист. А сегодня мы разберем новый материал о том, каким человеком будет Антихрист. А вначале я покажу вам сверхъестественное демоническое помазание, которое будет на нем. Начнем с книги Откровения. Это 12 глава, 4 и 5 стихи. Послушайте, что говорит нам Слово Божие. Во-первых, люди будут искать ответы, и это сделает их готовыми поверить в Антимессию. Но давайте посмотрим, что будет у этого Антимессии внутри. Он будет выглядеть как человек добрый, любящий и с хорошими намерениями. Он будет самым привлекательным политическим лидером в истории. Он будет самым толерантным ко всем и будет открыт также ко всем. Он будет казаться заботливым и услужливым, но что на самом деле будет у него внутри, об этом написано в Откровении, 12 главе, 4 и 5 стихах, а также потом далее в 13 и 17 стихе. «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которым надлежит пасти все народы, жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Тут речь идет о падении сатаны или Люцифера с неба. И мы видим, кто он на самом деле. Антихрист будет помазан тем, о ком мы читаем в Откровении, 12 главе, так же, как Иисус был помазан Отцом Небесным. Давайте еще раз. Прочитаем эти же стихи. А в этот раз медленно и с акцентами. Тут сказано, «Хвост его, дракона, или же сатаны, увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю». Речь идет о падших ангелах. Дракон сей стал перед женою. А кто эта женщина? Это Израиль. Итак, дракон, а Люцифер сей, стал перед женою, которой надлежало родиться. Кого должен был родить Израиль, мессию Иисуса? Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родиться, дабы, когда она родит, пожирать ее младенцем. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Речь идет о тех событиях, которые происходили на земле, когда Иисус родился. Посмотрите, как это Писание исполнилось в нашем мире. Мы читаем в книге Откровения, что дракон стоял перед женщиной Израиль, чтобы проглотить ее ребенка, когда она родит его, потому что он должен будет править народами. Что же произошло в реальном мире? Израиль родил Иисуса. Родословное Иисуса описано у Матфея. Когда Израиль родила Иисуса, у Ирода возникла идея, вдохновленная сатаной, убить всех еврейских младенцев. Почему? Это точное исполнение того, что мы только что читали в Откровении 12 главе. Там сказано, что дракон пытается убить ребенка. Когда Израиль рождает Иисуса, который будет править миром, Ирод, вдохновленный драконом, решает убивать младенцев мужеского пола. Но далее написано, что ребенок был восхищен к Богу. Отец Небесный защищал Иисуса в течение 33 лет жизни на земле, а потом забрал его обратно на небо. Давайте еще раз взглянем на этот стих. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». У дракона ничего не вышло. Он попытался убить Иисуса, но Бог забрал его на небо. И теперь он по правую руку от Отца. Давайте рассмотрим другой стих, 12 глава, 13 стих. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, тут описан момент, когда сатана упал на землю, как молния. Это слова Иисуса из Евангелия. И в книге Откровения мы читаем о том, как сатана упал с неба. Я пытаюсь сказать, что когда появится Антихрист, он будет помазан тем, о ком мы здесь читаем. Я просто стараюсь соединить все это вместе для вас. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. 17 стих. «И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступиться в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». В Антихристе будет ярость дракона, который так и не смог уничтожить младенца, которого родил Израиль, то есть Мессию. Дракону не удалось убить Мессию Иисуса, потому что Иисус был взят на небо, где дракон не мог к нему прикоснуться. И сейчас дракон выливает свою ярость на женщину, то есть на Израиль, и на детей ее младенцем, то есть на церковь. Поэтому сейчас вся ярость и ненависть сатаны нацелены на Израиль и на рожденных свыше верующих, которые принадлежат Иисусу. И хотя Антихрист будет казаться любящим, он будет казаться более любящим, чем христиане, потому что они будут указывать на грех, на то, что хорошо или плохо, и не будут принимать определенный образ жизни. Тогда как Антихрист будет говорить, мы любим всех без исключения, у нас нет дискриминации, мы никого не осуждаем, мы принимаем абсолютно всех, он будет еще более политкорректным, чем то, что мы видим с вами сегодня. Он будет казаться очень любящим, но глубоко внутри он будет полон ярости и ненависти. Он будет обманывать людей. И в книге Даниила сказано, что он будет успешен в своем коварстве. Всем будет казаться, что он любящий, но глубоко внутри он будет под контролем дьявола. А главная цель дьявола «Уничтожить Израиль и Церковь». Очень важно, чтобы мы с вами не были им обмануты. В Слове Божьем есть в целом 150 глав о последнем времени. И я уверен, если вы будете внимательно слушать, вы все поймете. вернемся к нашей программе. Давайте продолжим наше изучение Слова Божьего. В книге Даниила 8 главе сказано, «Он станет очень силен, хотя и не своей собственной силой. Его хитрость даст его коварным планам успех». Это 24-й и 25-й стихи в современном переводе. «Он достигнет успеха своим коварством, но его сила будет иметь сверхъестественный характер. Она придет прямо от сатаны». А теперь послушайте, что об этом сказано в Новом Завете. Второе послание Фессалоникицам. Вторая глава, 9-й и 10-й стихи. «Приход беззаконника — это дело сатаны. Он будет действовать, являя разнообразные силы, ложные знамения и чудеса, и совершая всякие злостные обманы, которым с легкостью поддадутся люди». Даниил говорит, что Антихрист достигнет успеха силой обмана. Как обычно действует обманщик, скажем, в бизнесе? Вначале он делает вид, что хочет вам помочь, или желает предложить вам выгодную сделку, или хочет сделать так, как будет лучше для вас. Вы думаете, что ему можно доверять, потому что он печется о ваших интересах. Но за всем этим стоит обман. Этого человека вы совсем не волнуете. У него совсем другой план. Именно так еврейские пророки описывают Антихриста. Он достигнет успеха благодаря ложной, сверхъестественной силе. Давайте прочитаем это еще раз. 24 и 25 стихи 8 главы. Послушайте Слово Божие. «Трава сохнет, цветы вянут, а Слово Божие пребывает вовек». Его хитрость или его обман даст его коварным планам успех. А теперь второе послание Фессалоникицам. Вторая глава, 9 стих. «Приход беззаконника — это дело сатаны. Он будет действовать, являя разнообразные, а в других переводах сказано «все», силы, ложные знамения и чудеса, и совершая всякие злостные обманы, которым с легкостью поддадутся люди. Иными словами, приход антимессии будет действием «не святой троица». У нас есть Отец, Сын и Дух Святой. Но когда на земле проявятся силы сатаны, антимессия будет помазан сатаной, как и Иисус был помазан отцом. А рядом с Антихристом будет тот, кто назван в Библии лже-пророком. Он — прообраз Святого Духа. Вернее, он поддерживает все, что делает Антихрист чудесами и знамениями. С приходом антимессии будет столько исцелений, что люди подумают, что это хорошо. Он будет исцелять больных. Он будет исцелять рак. Кто-то даже считает, что он воскреснет из мертвых. На это намекает один из стихов в книге Откровения. И после этого люди начнут думать, что он — Бог. Именно поэтому Христос сказал, что появится много лжехристов. И нам нужно быть к этому готовым и стоять твердо. Когда Антихрист появится, его приход будет сопровождаться силой, ложными чудесами и знамениями. То есть он поднимется благодаря силе обмана. А мы вернемся к Адольфу Гитлеру. Его восхождение было медленным. Он начал продвигать свою антисемитскую программу еще в начале 20-х годов. Поскольку это продвигалось медленно, Германия привыкла это слышаться. И эта обманчивая идеология достигла успеха, потому что набирала обороты медленно. Это как в старой истории о лягушке. Если бросить лягушку в кипящую воду, она сразу же выскочит оттуда. Но если опустить лягушку в теплую воду, а потом медленно повышать температуру, то лягушка не поймет, что происходит. И в итоге погибнет в кастрюле с кипящей водой. А теперь сравните мои слова с уникальным стихом в книге Даниила. Я буду читать вам 8 главу, с 9 по 12 стих. Мы говорим о том, как Гитлер пришел к власти постепенно. Гитлер был прообразом Антихриста. Но послушайте, что говорит Даниил о восстании последнего Антихриста из книги Откровения. Пожалуйста, послушайте Слово Божие. От одного из них вышел небольшой рок. Даниил говорит о правительстве в конце времен. Он видит будущих лидеров, и среди них Антихриста. Даниил говорит, что он будет подниматься как небольшой рок. Адольф Гитлер тоже начинал незаметно. От одного из них вышел небольшой рок, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и незринул на землю, часть всего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва. Итак, этот небольшой рок начинает подниматься, низвергает с неба часть воинства и начинает возноситься, считая себя равным с вождем воинства. Затем сказано, «И отнята была у него ежедневная жертва». У кого? Конечно же, у Бога. То есть этот небольшой рок становился все больше и больше, и даже пытался бросить вызов самому Богу. И ему удалось убрать ежедневную жертву или поклонение Богу. Далее сказано, «И поругано было место святыни его, и воинство предано вместе с ежедневную жертвой за нечестие. И он, повергая истину на землю, действовал и успевал». С этого места мы и продолжим в следующий раз. Давайте подведем некоторые итоги. Мы видим здесь медленное и постепенное восстание Антихриста. Он набирает все больше силы и стремится убрать поклонение Богу, потому что в своем сердце он сам хочет быть Богом. А примените это к тому, что мы видим в наше время сегодня. Напоминаю, что Антихрист и Дух Антихриста стараются убрать поклонение Богу. А что мы видим в мире? Европа, которая когда-то горела для Бога, сегодня — мертвая зона. Церкви закрыты, как тут и написано. Тут сказано, что Анти-Мессия закроет святилище. Он уберет поклонение и закроет святилище. Видим ли мы это в Америке? Мы больше не можем молиться в общественных местах во имя Иисуса. Мы убрали десять заповедей из государственных учреждений. Все эти изменения убирают поклонение Богу из нашей культуры. И прямо у себя перед глазами мы видим исполнение Писания. Через тысячу лет после написания этого мы входим в эру последнего времени. Это темное время, а будет еще темнее. Иисус дал нам книгу Откровения. Бог дал нам свое слово, чтобы мы понимали, что происходит, и не были при этом обмануты. Друзья, это очень важное слово. Последние слова Иисуса в Библии звучат следующим образом. Вот, я приду скоро и воздам каждому по делам Его. Поэтому, Церковь, давайте будем готовиться к приходу нашего Мессии. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Спасибо вам! На какое-то время я отдалился от Бога из-за моих грехов и чувствовал, что я потерян навсегда. Но я начал смотреть программу, узнавая еврейского Иисуса, а посмотрев выпуск проем Кипур, я встал на колени и попросил Господа простить меня. Я знал, что в тот момент Бог простил меня. Как я был рад! Весьма рад! Я отправил вам пожертвования и планирую стать партнером вашего служения. Пусть Бог благословит вас обильно. Джон из Эклахомы. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня. И мы хотим помолиться за вас. Присылайте свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Ведь поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в Его построении Царства. Спасибо вам! И пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить вас. Для этого вам лишь нужно сказать, Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. На следующей неделе я покажу вам, как скорбь, о которой говорил Иисус, также упоминается в Ветхом Завете. Пригласите к себе друзей, чтобы посмотреть этот выпуск вместе. До скорой встречи. Пусть Бог благословит вас. Иисус любит вас. Многие из вас пережили прикосновение Святого Духа, пока Равин Шнайдер проповедовал Слово Божье. Я хочу сказать вам, что мы женаты уже более 30 лет, и за все эти годы я видела суверенную руку Божью на моем муже. Много лет назад он получил видение, в котором Дух Божий прошел через него со словами «Я слуга». И вот уже многие годы я наблюдаю за тем, как Дух Божий использует его как свой сосуд, чтобы говорить через него и призывать людей со всего мира к Богу. Если во время проповеди Равина Шнайдера вы тоже пережили прикосновение Святого Духа, то вы тоже стали свидетелями того, что Равин является Божьим слугой, слугой Святого Духа. Мы с Равином хотим пробежать этот забег до самого конца ради Его Царства и Его Славы. Друзья, время уже на исходе, и Слово Божье должно распространяться быстро. Если вы будете партнером этого служения, то тем самым вы будете помогать нам нести Слово Божье по всему миру и оснащать святых на дело служения, пока не придет Иисус. Спасибо за вашу материальную и молитвенную поддержку этого служения, чтобы мы могли влиять на мир ради славы Иешуа. Надеюсь, вас благословила сегодняшняя программа. А сейчас хочу дать вам еще одну большую возможность. Возможность давать. Иисус сказал блажение давать, чем принимать. Давай мы отражаем природу Христа, потому что Бог по своей природе даятель. Он так сильно полюбил нас, что отдал своего единственного сына. Если вы верите в меня и в эту программу, то откройте свое сердце Духу Святому и дайте столько, сколько Он побуждает вас дать. Я вам обещаю, делая это, вы будете преображаться в образ Христа и будете благословлены за свое послушание Богу. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Благодаря ей, эта программа до сих пор выходит в эфир. Будьте обильно, благословлены. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните по номеру 777-7835 или отправьте СМС со словом «РАВИН» на номер 45377. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. СМЕЛОЕ ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ПРОСТАЯ И ЯСНОЕ Эта книга Откровения расшифрована от Равина Шнайдера, у которого более 40 лет опыта в изучении Ветхого и Нового Завета. Вас ждет захватывающее путешествие, в котором вас будет направлять призма еврейских пророков. Откройте ответы на древние загадки и скрытые ключи, которые повлияют на вашу жизнь сегодня. Примите Божие благословения. Книга Откровения расшифрована. Приобретите свой экземпляр сегодня, позвонив по номеру, который видите на экране или на нашем сайте. Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите Откровения сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода. «Узнавая еврейского Иисуса». Продолжение следует...